Прежде чем отправиться в автопробег, 16-летний водитель Даниил Ионов регулирует зеркала. В салоне их два. Одно для Даниила, а второе для инструктора юношеской автошколы. Машина с двойным управлением для того, чтобы под контролем опытных мастеров подростки, недавно получившие права, стали участниками космического автопробега. В честь 60-летия первого полета в космос Юрия Гагарина молодежь проедет в автоколоннах по Сызрани, Тольятти и по Самаре. Я пришел в синем берете из-за того, что я кадет подразделения авиации, я горжусь своей страной, и мне как-то заинтересовал этот автопробег, и поэтому я решил в нем поучаствовать. Незадолго до старта юные участники автопробега Даниил Ионов, Анна Рязанова и Тимур Хамзин фотографируются на фоне городской доски почета. На ней фото уроженца Сызрани, летчика-космонавта Михаила Корниенко. Он целый год провел на международной станции МКС и дважды выходил в открытый космос. За мужество, проявленное во время длительного пребывания на орбите, Михаилу Корниенко присвоено звание Герой России. Так что молодежи есть на кого равняться и какую историю защищать. Сейчас кое-кто пытается исказить достойное советское прошлое и принизить российские достижения в космосе. Организаторы решили автопробегом привлечь внимание молодежи к уникальному факту в истории всей планеты. Именно наша страна первый отправила в космос человека. Многое на данный момент в истории немножечко искажается и коверкается. И чтобы они понимали, что и гордились тем, что наш, это именно, ну, назовем так, советский, ну, теперь пускай будет это российский, он именно наш первый человек, кто вышел именно в космос. И через какие трудности прошла страна, чтобы добиться именно вот этого запуска. Патриотическую идею автопробега поддержал депутат губернской думы Петр Лобарев. Это будет иметь большие положительные последствия для патриотическом движении. Потому что у нас есть чем гордиться, у нас есть за что бороться и у нас есть на кого равняться. Такие герои, которые выросли вот из этой земли, вот они здесь, вот мы их помним, мы их почитаем. Вот для молодежи, я думаю, что это будет иметь очень большое значение. В Сызрани и других городах маршруты автопробегов проложили мимо памятных мест и предприятий губернии, которые внесли вклад в освоение вселенной. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.